Продолжается борьба за лидерство Восточной конференции Молодежной хоккейной лиги. Магнитогорская команда «Стальные лисы» уверенно входит в тройку «Золотого дивизиона». За последние два месяца она проиграла всего трижды, набрала 30 очков, потеряв только 6. О недавней победе в Тольятти наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. Ладья – одна из самых строгих команд «Серебряного дивизиона». По пропущенным шайбам она уступает лишь двум конкурентам, находящимся выше в таблице. Неудивительно, что в стартовом периоде магнитогорцы перебросали хозяев 14-3, но так и не сумели пробить уверенно игравшего вратаря Данилу Овчарика. Судьба встречи решилась во втором отрезке. На 29-й минуте голевую атаку начал Андрей Козлов, Кирилл Жуков доставил шайбу Роману Канцерову и лучший бомбардир и снайпер Лисов издалека великолепно бросил в девятку. Вскоре гости удвоили свое преимущество. Владислав Долгих перехитрил соперника улицевого борта, Иннокентий Рыбин первым успел к оставленной партнерам шайбе выдал отменный пас Никите Зимину и капитан магнитогорцев изящно переиграл вратаря. Счет 0-2 продержался до финальной сирены, но несмотря на скромный перевес, вся статистика говорила за магнитогорцев. Они перебросали Волжан 40-18, выиграли 30 вбрасываний из 50 и одержали уверенную заслуженную победу. А голкипер Илья Набоков по праву заработал уже пятый сухарь в сезоне. Последние выездные матчи регулярного чемпионата «Лисы» проведут в Уфе против «Толпара» 17 и 18 февраля. Павел Зайцев, телекомпания ТВИ.